Книга «Открытым оком», 19-й том, тема «Будущее мира. Страшный суд». Вопрос 3304. Объясните, как неверующие люди могут поклониться Антихристу, как Богу? Ведь они истинного Бога не приняли, не поверили в существование Бога. То есть у них в душе нет осознания существования вообще чего-то сверхъестественного? Отвечает Игнатий Тихоныч Лак. Когда та, первозданная по образу Божья душа, духовно умерла и стала по природе не христианкой, а язычницей, тогда ей сродни ближе стало все небожественное. Коммунисты как будто вообще не признавали ничего, кроме того, что можно за Бог пробовать, а запредельно им противно. Но Ленина, однако, многие считали за Бога. За Богов считали императоров и чудотворцев. Деяние 14.11. Народжу, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря, по-ликаонски, «Боги в образе человеческом сошли к нам». Премудрия Соломона, 13 глава, 2 стих. «Почитали за Богов, правящих миром». Антихриста признать за Бога не будет никакого труда, ибо он постарается приствовать себе атрибуты Всевышнего. Всезнающий, Всесилен, Всемогущий. Откровение 13.13. «И творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми». Наиглавнейшую роль сыграют здесь священники всех религий. Они объявят его мессией, обещанным самим Иеговой. И судя по тому, чего достигли уже сегодня попы, этому тоже можно поверить. Люди верят не Богу по его слову, а выдумкам. Живут по традициям. Держатся за корни, за коленные иконы. Читаешь выступление профессора Ефимова А.Б. От православного Свято-Тихонского гуманитарного университета. Церковное Слово, номер 9, 2006 год, страница с 20 по 24. И не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться. Бред засушенных мумий. Они все в прошлом гнилье падшей России. Они все в прошлом гнилье падшей России. И видят краем глаза распад остатков и бредят на его сонными мечтами. Требуется приоткрыть тайны грани церкви, соотношение церкви и мира. И тогда на основании православной антропологии, экклезиологии и сатериологии приоткрывается тайна священного апостольства. Возникает миссиология. И после доказательства через эту фразу, что он на месте, что не зря ему платят деньги, вернул из Евангелия всего один стих. Но тут же церковный фений церковно-китайским языком за ширму спрятал смысл словец Духа Святого. Закуролесил, заплетаться начал языком. По-русски не привел мысли Христа. Каждый христианин несет в мир радость благой вести. Где? В деле помощи, вера, проповедничеству. И Ефимов не исключение и не худший. Он, хотя бы с бородкой, готовит экспертов по теологическим факультетам для Антихриста, для судебных процессов над всеми религиями. И идут туда мнимо верующие, теряя остатки мнимой веры. И на экспертизах они будут работать не по Писанию, не по Корану, ведом, а по учебникам масонов, которые уже им заложили в Москве по инструкции, по которым они пишут сегодня курсовые и диссертации. Антихристу и не нужно, чтобы люди с сердцем верили в него. Главное, чтобы подчинились и провозгласили его Богом. Вот на таком уровне он и будет исповедан, что сделал добро, нет преступности, нет терроризма, нет национальной и межрелигиозной резни. Люди мира, мир вам! Отныне ни один человек не скажет «Война!» Свершилось чайное тысячелетий! Пакчи, поклонитесь мне! Второе Фессалоникийцам 2.4 Противящийся и превозносящийся выше всего, называемый Богом и святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога.